Переговоры между Турцией и Грецией начинаются уже сегодня. Совещания по совместному плану действий и политические консультации пройдут в Афинах 16 и 17 октября. Турецкую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел посол Бурак Акчапар. Ну, подробности у моего коллеги. Это специальный корреспондент Турции Турал Асадзи. Турал, здравствуй, тебе слово. Добрый вечер, Тали. Да, в последнее время мы наблюдаем, как Турция и Греция сближают свои позиции по ряду вопросов. И вот как раз сегодняшние консультации, которые начинаются в Греции, они говорят о том, что Анкара и Афина намерены нормализовать отношения, которые были испорчены на протяжении нескольких лет. И напомню, что в прошлом году, в 2022 году, в июне, Реджеп Тейпердаган заявил о том, что неконструктивные, деструктивные действия греческой стороны привели к тому, что были отменены подобные встречи по ряду вопросов, политические консультации, были заморожены. Данный процесс не продолжился. На тот период были намечены встречи глав МИД двух стран, а также премьер-министра Израиля Мечетакиса и главы турецкого государства Реджеп Тейпердагана. Но как раз-таки визит в то время Мечетакиса в США, его антитурецкие заявления, а также действия Афин в Эгейском море, все это привело к тому, что данные контакты между сторонами были приостановлены. Но вот после того, как в Турции в феврале произошло землетрясение, после этого процесс нормализации вновь, можно считать, сказать, что начался. Мы наблюдаем потепление в отношениях двух стран. Реджеп Тейпердаган провел несколько раз телефонный разговор со своим греческим коллегой, а также провел с ним встречу в ходе своего визита в США, в Нью-Йорк, где он принимал участие на заседании Генассамблеи ООН. Тейпердаган там тоже сделал ряд важных заявлений касательно взаимоотношений с Грецией, сказав о том, что Турция всегда готова к нормализации своих отношений со своими соседями, а также к конструктивному диалогу для того, чтобы в Средиземном море, в Дагейском море, в целом, в регионе иметь контакты, связи и взаимовыгодные отношения, партнерства с Грецией и другими странами. Я отмечу, что у Греции и Турции не сходились позиции, и до сих пор есть проблемы по ряду вопросов. В первую очередь, конечно же, это вопрос островов на Эгейском море, а также вопрос, связанный с Кипром. Известно, что остров на сегодняшний день поделен на две части, на греческую и турецкую. И греческая сторона всячески отказывается принимать Северную республику Турецкого Кипра как государство, хотя договоренности на этот счет, согласно заявлениям и ООН, и турецкой страны, и ранее даже греческой, были достигнуты некие соглашения. Был период, когда Турция была согласна, и турецкая часть Кипра, Северная республика Турецкого Кипра, так, была согласна на диалог и создание некой конфедерации, подобного государства, греческого и турецкого вместе на острове Но. Но и как раз-таки греческая сторона, администрация острова, затем отказалась от данного решения. И уже после этого турецкая сторона на сегодняшний день также заявляет уже о том, что Республика Северного Кипра – это независимое государство, независимость которого должны принимать во всем мире. И это очень важный шаг для турецкой стороны, именно с трибуны ООН об этом заявлял президент Турции Реджептей Пердоган, о важном признании Республики Северного Кипра, Турецкой Республики Северного Кипра, и о том, что именно данные вопросы должны стать важными в переговорах между сторонами, и греческая сторона не должна идти на провокации и деструктивные шаги, используя как раз-таки вопрос, связанный с Кипром, с ее северной частью. Помимо этого, как я отметил, вопрос островов в Эгейском море, которые были переданы Греции по Лозаннскому соглашению. По соглашению данные острова должны оставаться нейтральными, их вооружать нельзя, но греческая сторона за последние годы именно поставляет вооружение, открывает новые военные базы на этих островах, что, конечно же, вызвало критическую реакцию с турецкой стороны. Именно вот из-за этого последние годы, последний год, год-два, мы наблюдали напряжение в отношениях Афин и Анкары, но, тем не менее, на сегодняшний день, возможно, данный вопрос можно будет решить. По крайней мере, стороны проводят подобные консультации, и Анкара настроена позитивно в этом вопросе. И здесь, конечно же, есть фактор Соединенных Штатов Америки, турецкая сторона, лично Раджептей Пардогам, многократно заявляла о том, что именно США, Вашингтон, играет негативную роль в отношениях Афин и Анкары, и что Афины не должны прислушиваться к подобным, скажем, деструктивным советам Соединенных Штатов Америки, и идти на диалог с Анкарой, потому что многократно заявлялось о том, что военные базы США на востоке Греции, как раз-таки в приграничных районах с Турцией, они все больше вооружаются, туда все больше поставляется вооружение, тяжелая техника, и это волнует турецкую сторону, учитывая, что США и Турция, и Греция, в частности, являются союзниками по НАТО в альянсе, турецкая сторона задается вопросом, а для кого, для каких целей Соединенные Штаты именно посылают все больше, поставляют все больше вооружения в эти военные базы, Соединенные Штаты в свою очередь заявляют о том, что все это вооружение поставляется с целью области ИГИЛ, и против России в Анкаре, конечно же, этим доводом не верят, учитывая тот факт, что данные решения были приняты как раз-таки тогда, когда отношения между Анкарой и Афинами были крайне напряженными, речь идет о последнем годе, и как раз-таки в этот период США поступали с резкой критикой в отношении политики Анкары по данному вопросу и поставляли в регион все большее и новое вооружение, что, конечно же, волновало турецкую сторону. Ну, в целом, Тали, вот так, Турция и Афина в сегодняшний день вновь возвращаются к застолу переговоров, дипломатии. Напомню, что в прошлом году этот процесс был приостановлен из-за действий Афин в Эгейском море, а также из-за проблем, связанных с вопросом Кипра. Но после данных случаев, скажем так, по заявлению турецкой стороны, по инициативе даже, можно сказать, турецкой стороны, стороны начали вновь данный процесс нормализации отношений, и в ближайшее время, по сообщению турецких СМИ, возможно, вновь состоится встреча глав государств, врача Тайбардагана и греческого премьера Мичатакиса. Тали, пока на этом у меня все. Спасибо большое. О переговорах Турции и Греции рассказал Турал Асади, специальный корреспондент в Стамбуле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok